Сборная России по санному спорту, в состав которой входит чусовлянка Татьяна Иванова, продолжает подготовку к олимпийскому сезону. Предстоящие выходные команда начнет сбор в Парамоново, где будет работать на стартовой эстакаде. А совсем недавно завершился подготовительный этап в Сочи. Ход тренировочного процесса Иванова прокомментировала в интервью официальному сайту Российской Федерации санного спорта. В Сочи сбор прошел хорошо, потренировались мы очень продуктивно. Мы с каждым разом еще лучше и точнее узнаем нашу олимпийскую трассу. После очередного спуска отмечали для себя некоторые нюансы. А наш главный тренер всегда подсказывал нам тонкости прохождения отдельных виражей. На сборе в Парамоново, куда команда заедет уже 7 сентября, мы вновь будем отрабатывать стартовый разгон на ледовой эстакаде. Сбор в Парамоново стартует 7 сентября. После тренировок в Подмосковье сборная России по санному спорту отправится на первый ледовый сбор в Норвегию. Фармклуб Молотоприками, взявший старт в чемпионате МХЛ, провел второй домашний матч. На этот раз наша команда встретилась с кузнецкими медведями, которые входят в систему новокузнецкого металлурга, выступающего в КХЛ. Матч получился боевым. Пермики открыли счет, но затем гости перехватили инициативу и трижды добились успеха. Далее уже наши выглядели активнее, сократили отставание и имели немало возможностей сравнять счет. Однако переиграть вратаря Медведя не удалось. А ближе к концу встречи коллектив из Новокузнецка забил еще и довел свое преимущество до двух шайб. Пытаясь спасти матч, Молотобойцы на последней минуте сняли вратаря, но успеха это не принесло. Поражение 2-4. Шайбу записали на свой счет Шувалов и Агеев. Сегодня, прямо с первой смены, ну да, качество сегодня было, сегодня была игра. Самое главное, что сегодня на льду была команда. То есть бились, пластались, играли, но, к сожалению, нас подвела реализация моментов. По броскам мы переиграли соперника с 46 лиц, по-моему. Ну, видите, нам забивают, а мы, к сожалению, нет. Сейчас Молот отправляется на выезд. 9 сентября предстоит встреча в Ханты-Мансийске с Мамонтами Югры. А 11-го числа соперником будет Тюменский легион. Дома пермики сыграют 14 сентября против сибирских снайперов. Очередной календарный матч провели и футболисты Октана, выступающие во втором дивизионе. На выезде пермики встретились со Спартаком из Йош-Королы. Команды разошлись миром 0-0. Теперь октановцам предстоит домашний поединок. 9 сентября против футбольного клуба Челябинск. Баскетболисты Пармы тем временем только готовятся к новому чемпионату. Напомним, наша команда повысилась в классе и будет выступать в Суперлиге. Пермские мастера игры с оранжевым мячом уже выступили на первом предсезонном турнире в Ривде. Парма провела там три встречи. Было одержано две победы над Тоболами из Казахстана 76-70 и ижевскими родниками 81-51. В одной встрече прикамский коллектив потерпел поражение от местного темпа 73-83. В итоге Парма заняла на этом турнире второе место. Осеннее бездорожье – раздолье для автоэкстремалов. Наступила долгожданная пора и соревнования идут одно за другим. На этот раз грязь смесили в селе Березовка Кунгурского района. Там прошел традиционный джип-спринт под названием «Газотрасса-159». Старты стали уже третьими по счету и собрали более полусотни экипажей из многих городов Прикамья. Также подъехали участники из Свердловской области и Удмуртии. Трасса получилась довольно сложной, поэтому до финиша добрались не все. А вот спортсмены на квадроцикле или багги чувствовали себя как рыба в воде. Для них любое непролазное место – в радость. Первый раз мы участвовали в прошлом году, заняли третье место. И в этом году решили, что это не порядок, надо стремиться дальше. Что касается итогов состязаний, то самая умелая оказалась команда «Лысвы». Она заняла первое место в общем зачете. Представители «Березовки» – вторые, на третьей позиции автоэкстремалы Кунгура. Прикамские спортсмены приняли участие в чемпионате Европы по гребле на лодках класса «Дракон». Соревнования проходили в Гамбурге на реке Эльба. Конкуренцию россиянам составили представители Чехии, Италии, Австрии, Норвегии, Швеции, Германии и других стран. Чайковские гребцы завоевали золото на дистанциях 200 и 500 метров среди юношей. А в смешанных командах завоевали серебро. Кроме того, на этих же дистанциях отличились взрослые спортсмены. В малых лодках они также взяли серебряные награды. В смешанных составах удалось занять второе место на 200 метровке и третье место на дистанции полкилометра. Олег Романов, Телевизионная служба новостей.